Стеллу, посвященной 75-летию контрнаступления советских войск под Москвой, перенесут на площадку на въезде в микрорайон фермы. Теперь вместо памятника, вызывавшего бесконечные споры, устанавливают ротонду, в центре которой скульптурная пара, выпускники 41-го года, кружащиеся в школьном вальсе. Очень долгое время ветераны просили построить здесь памятник. В прошлом или позапрошлом году реализовалась первая идея, построен был памятник Кузнецову, командарму 1-й армии. А про памятник вообще, здесь, в начале бульвара Кузнецова, как-то ни у кого руки не доходили. А я просто, ну, в общем, наверное, дожил до того возраста, когда я уже могу себе позволить сделать подарок ветеранам. Первоначально скульптурную композицию планировали установить 22 июня, в День памяти и скорби. Но, по словам скульптора Евгения Антонова, который является автором проекта, это оказалось невозможным. Мастер хотел сделать подарок ветеранам качественно, однако не позволяли короткие сроки. Взяв дополнительное время на выполнение работы, Евгений Антонов остался доволен своим творением. Война такой вдавилась лет, и стольких землю положила, что 30 лет и 40 лет живым все кажется, что живы. И проходит столько времени, и для тех, кто пережил эти события, действительно, все кажется, что живы. И они пережили такое страшное время для нашего отечества. Установка памятника выпускникам с 41-го года – это лишь начало. Александр Терехин пообещал продолжить работы по облагораживанию всего бульвара Кузнецова. Здесь по центру будет аллея, слева, справа будут тротуары для отдыхающих, будут малые формы установлены, цветники, газоны, лавочки для отдыха. Тут будет очень красивое место. Оно и сейчас хорошее, но в новой концепции оно заметно преобразится и будет очень красивое. Торжественное открытие памятника состоится 28 июня в 8 часов вечера. Имеет ли он место быть на бульваре, решат сами Сергия Пасадцы. Дарья Пегушина, Сергей Власов, День города.